шпировский он использовал метод лечения или метод гипноза он же его не называл методом гипноза он называл это психотерапией называл это в свое время психотерапии называл это в свое время используя при этом всевозможные методы и введения в транс и влияние на когнитивную систему психики и в общем-то такой обширный был у него пласт при помощи которого он пробовал каким-то образом воздействовать использовал еще и по моему мнению какие-то системы о которых он молчит и как бы считает что не хочет или не должен говорить он говорит что он работает со временем опять таки что говорит этот человек но это другое дело чем то что он использует потому что как правило он просто не договаривает для того чтобы видимо не было конкурентов и не знает как обучить этому других людей опять-таки туда попала еще сама система влияния это воздействие через отдавание более его дочери которая находится на луне но это уже эзотерика то есть если уже в эту сторону смотреть то это эзотерическая тема который говорил свое время гурджиев который говорил что все духи после смерти переходят и находятся на луне и там ждут момента когда они объединятся с теми кого ждут и видимо представляя будто на луне находится его дочь и отправляя туда энергию болезней но он использует методы о которых я буду дальше говорить они действительно существует но все-таки вернемся как же работает сама система сама система работает буквально следующим образом гипотетически если человека разделить на три части и заставить этого человека сделать так чтобы его сознание каким-то образом отключилась от его тела то фактически если его сознание отключается от тела то те мысли которые возникают могут воздействовать на подсознание и это такого своего рода обман нашего сознания каким образом это происходит это происходит за счет метода оцепенения то есть человеку для того чтобы повлиять на свои органы необходимо перейти в состояние оцепенения условно состоянием оцепенения является условно состояние транса каким образом это происходит она может быть не глубокая или глубокая как вообще научиться состоянию оцепенения это делается следующим образом путем обмана человек становится возле кровати и сам себе дает команду он себе произносит сейчас моя голова отключит мое тело и говорите моя голова отключись и падаете на кровать в этот момент перестаете шевелить руками и ногами внушая себе что ваше сознание отключила ваше тело находитесь в таком положении длительное время от минуты и до 10 минут естественно там дышите что будет происходить естественный процесс отекания конечности от неподвижности и как ни странно это приводит человека к углублению дыхания дыхание становится вначале более глубокая затем более поверхностная человек может перейти в состояние сна также может быть состояние бодрствования но самое интересное в том что наши подсознание в этот момент открывается почему потому что если вы дали задачу подсознанию отключиться от тела а тело среагировала что вы отключили при помощи ваших слов ваше сознание то тогда подсознание выходит уже на главный план и тогда ваше подсознание регулирование вашими мыслями может влиять на ваше тело и в этот момент вы можете произносить себе мысли на слова что допустим с этого момента и навсегда мои ноги больше не будут болеть или у меня там перестает болеть нога она отекает летом я перестаю чувствовать боль в кончике пальцев мизинцы в левом там в одном пальце другом третьем четвертом в икре в голеностопе в суглобе в бедре в тазобедренном суставе тазобедренный сустав наполняется наполняется смазкой образуется варикоз исчезает тромбозы исчезают кровь начинает циркулировать естественно то есть заведомо придумываете себе программу по своему индивидуальному самоизлечению выучиваете эту программу и делаете вот такой вот метод то есть ложитесь стоит становитесь и говорите сейчас когда я скажу голова отключись от тела тела не сможет подключить голову говорите 3 4 5 голова отключись от тела и падаете и уже не шевелитесь после чего вводите себя состояние транса говорите я погружаюсь состояние транса и начинайте дышать 30 40 там 29 28 27 час я досчитаю до ноля и погружусь состояние транса после этого погрузились и после этого начинайте внушение мои ноги начинают правильно функционировать у меня с 1 растворяются или можете если вам сложно говорить силой данной мне кашпировским анатолием михалычем или дойко андреем андреевичем растворяю сосудах там так далее работает ли это наш организм и его система она устроена по принципу самолечения почему когда человек думает что ему таблетка помогла знайте на самом деле таблетка помогает иммунитету таблетка помогает органам таблетка помогает вашему телу а справляется с заболеванием исключительно ваш организм